Сегодня мы вам покажем, как может выглядеть ваша кухня с комплексом барбекю. Но любой кухне нельзя обойтись без мойки, без варочной поверхности, без духовки, без шкафчиков и многого другого. Но, друзья, у нас варочная поверхность и духовку можно спокойно заметить вот такой вот крутой комплекс барбекю. Итак, небольшой обзорчик этого комплекса. Друзья, мангал метр двадцать, это приблизительно 20-25-30 шампуров, в зависимости от размера. Также у нас есть решетка для того, чтобы пожарить стейки. Также можно здесь установить дополнительно вертелы, здесь его нету, но можно установить. Также у нас есть мини-русская печь. Друзья, мини-русская печь, я бы не сказал, что заменитель духовки, как бы это нам лучше духовки. Единственное, что надо чуть потопить, часа два-три, вот, и мы можем там запекать, делать выпечку, томить, делать пиццу. В общем, многие-многие вещи, которые также можно сделать в духовке, но вы попробуйте сделать одно и то же блюдо в духовке и в мини-русской печи и почувствуйте разницу. Также у нас есть казан. Казанная печь, вернее. Вот здесь в основном готовят плов, шурпа, различные супы. Также можно использовать как варочную поверхность, то есть можно спокойно поставить сковородку и сделать, к примеру, картошку с мясом. Вот. Друзья, кирпич, смотрите, если кто вообще может написать в комментариях, делали мы из такого кирпича, либо нет, кто прям за нами следит. Вот, по факту, это кирпич Ригель, также с завода Тандем Ригель, то есть это где-то 50 сантиметров кирпич высотой 4 сантиметра. Сейчас, не то что на смену ему, а многие изделия мы делаем из кирпича мини, который, грубо говоря, 20 сантиметров на 4 высоту. Ну, в принципе, композиция получается одна и та же. Теперь смотрите, некоторые нюансы в этом комплексе Бребекю. Обратите внимание, сколько много электрики здесь. Это включается свет в мангале, вот здесь включается подсветка непосредственно на потолке. То есть заказчики захотели интегрировать проводку в комплекс Бребекю, но, в принципе, очень даже интересно и удобно. Вот, также у нас, как на многих комплексах, лежит гранитная столешница. И обратите внимание, друзья, у нас вот это вот отверстие, оно закроется потом специальной решеточкой. И это пресечка воздуха. То есть здесь подается воздух с улицы, подходит там, либо сбоку, либо под подом. И вот здесь, если руку держать, тут чувствуется холодный воздух, который, собственно говоря, с улицы идет. То есть он, это приточка воздуха, это не панацея, грубо говоря, это не всегда спасет от приток воздуха в помещении, но, как бы, какой-то локальный приток эта приточка дает. Приточку более отдельно мы запишем дополнительное видео, вот на нашем видеоканале, так что следите. Вот это непосредственно задвижка, можно установить задвижку, можно ставить дроссельную заслонку, здесь стоит задвижка. То есть таким образом открывается и закрывается приточка. Есть два варианта вытяжки, это монтированное в кирпичках здесь, и есть изделие под заказ, это, которое вытяжку мы монтируем в красивом металлическом изделии. Здесь выбрали для симметрии. Обратите внимание, мини-русская печь и казанная печь с вытяжкой, это, ну, грубо говоря, симметрично такое изделие. И там монтирована обычная вытяжка из магазина, ну, собственно, короб из кирпича. Если не ошибаюсь, на позапрошлом видео у нас тоже был остров. Здесь также есть остров, но он чуть повыше, это, наверное, что-то типа барной стойки. Но, в принципе, вообще здесь все высокое, если так вот барбекю высокое столешность, здесь вот высокое, наверное, пользуются высокие люди. Ладно, не суть. Смотрите, друзья, остров в таком плане, он удобен тем, что вы находитесь постоянно в контакте со своими гостями. То есть, если вы вот здесь вот нарезаете, готовите всякие заготовочки, там, блюда, фуршетик, то вы увидите своих гостей, которые, допустим, сидят за столом, или, допустим, они сидят перед вами, и вы одновременно тут нарезаете, нарезаетесь, ой, в смысле, выпиваете. В общем, круто проводить время. Я вот, и Никита Юрьевич, наверное, и я, и все, в общем, мы топим за остров, потому что, ну, это прикольно, хороший день. Вот, обратите внимание, что отличаются столешницы в плане света, здесь такая какая-то гармония между светлым и темным. Много-много света, обратите внимание, здесь свет такого плана, свет вот на барбекюшку, точные светильники, потом здесь вот опускается свет, есть вот такая вот обеденная зона и диван, я так понимаю, что она раскладывается, и получается спальное место. Друзья, я вам еще скажу, что это мы находимся в доме, то есть это типа а-ля гостевой дом, потому что здесь есть второй этаж, вот, и там есть спальня. Я так понимаю, что здесь вот санузел, вот, и, ну, здесь квадратов приблизительно, наверное, 50, если так, ну, визуально. Вот, и, то есть, не всегда строятся комплексы барбекю в беседках, в открытых и закрытых беседках, вот тут, в данном варианте комплекс барбекю сделан в доме. Давайте, ставьте лайки, кому нравится вообще вот эта идея построить комплекс барбекю в доме, кому нравится вообще такой комплекс барбекю в таком выборе кирпича от завода Тандем, вот, так что, друзья, пишите комментарии, лайкайте и напишите еще, что бы вы хотели добавить в это замечательное пространство. Я бы добавил телек. Продолжение следует...